Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Я хожу. Варя Измайны поделилась с Морозовым первыми успехами, а доктор Рошаль – рецептом для специалистов. Аграрии – движущая политическая сила. В законодательном собрании чествовали работников отрасли. Говорили по-итальянски и повторяли движения за пользователями ТикТок. Как ульяновские дети встречают Новый год. Новый год. В том числе и стажировки ульяновских докторов. Но главной целью визита для губернатора было навестить девочку Варю из Майенского района. После страшной аварии девочка оказалась на инвалидном кресле. Благодаря помощи Сергея Морозова она проходит в ней курсы реабилитации. Варя уже выполняет первые шаги в аппаратах, радуется собственным успехам и охотно делится эмоциями с самыми близкими. Спасибо за труд. Ульяновские парламентарии поблагодарили ветеранов агропромышленного комплекса за их труд. Также подвели итоги года за 2019 и наметили планы 2020. В планах не только работа в полях, но и решение вопросов в деревнях. Газификация, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство, освещение. В законодательном собрании подвели итоги агропромышленного комплекса за 2019 год. Открывая встречу с ветеранами АПК, Валерий Малышев отметил, что в областном бюджете на 2020 год на сельское хозяйство выделено в полтора раза больше средств, чем в прошлом. Общая сумма вложений в отрасль составит около 4 миллиардов рублей. Другие отрасли не могут похвастаться подобными успехами. Я считаю, что сельское хозяйство может стать локомотивом, который всю экономику может вытащить. И все время говорили, что АПК и черные дыра, черные дыра. Ну, я думаю, напрасно говорили. Уже сейчас не уместно. Но подставлять плечо сельчанам придется долго. Селам нужна газификация и развитие инфраструктуры. Там, где газ уже есть, чувствуется развитие не только в сельском хозяйстве. Земли перестают пустовать и приносят доход. Однако еще предстоит строительство и ремонт дорог, замена окон в школах, благоустройство. Все это даст развитие не только сельским территориям, но и всему региону в целом. Председатель аграрного комитета Вячеслав Ковель солидарен с коллегой. Кроме того, считает фермеров движущей политической силой. Принципиально важно понимать, что вы всегда сопереживали за малую родину. Вы всегда делали эту малую родину своими руками, своим опытом, своим трудом. Вкладывали душу в развитие Ульяновской области, в тех районах, в которых работаете с людьми хозяйствами. И вам не безразлично, что происходит сегодня, будь то на площадке или в стенах заказания собрания, не безразлично, что происходит в правительстве. Ветераны, несмотря на то, что в большинстве своем не числятся в штатах фермерских хозяйств, продолжают быть наставниками и активными общественниками. Пожалуй, только у них сейчас есть достаточно опыта, чтобы воспринимать сельское хозяйство целостно. Поэтому их мнение готовы слушать на всех уровнях. Я очень рад приветствовать здесь действительно элиту аграрного производства. У нас, к сожалению, немножко вот молодое поколение путает понятие элиты. Почему-то называют там людей на дорогих машинах, чемоданных денег. Элиты на самом деле это мозги, знания и опыт. После беседы и обсуждения перспектив развития и болевых точек в АПК региона Валерий Малышев поблагодарил участников встречи за труд, знания и активную жизненную позицию. Поздравил с наступающим Новым годом. Павел Половов, Новости Улправды ТВ. Димитровградские парламентарии провели последнее заседание Городской Думы в уходящем году. На повестке дня было вынесено 14 основных и 4 дополнительных вопроса. Народные избранники уточняли положение дел в городе, производили финальные корректировки бюджета 2019, думали о финансировании муниципальных программ в 2020 и писали письма. Более подробно Кемрян Кичимайкин. Всего на последнюю Думу 2019 года пришли около 20 депутатов. Хотя в процессе заседания количество их уменьшилось. Видимо, не сочли нужным оставаться дольше. Началась Дума с рассмотрения состояния дел на ДАЗе. Ситуация, конечно, плачевная. Но сама постановка вопроса как информационного позволила депутатам лишь ознакомиться с положением дел. Более подробно остановились еще на одном информационном вопросе. Мониторингу и результату о погашении кредитовской задолженности. Как удалось выяснить, у города под конец года даже образовались излишки. Более 5 миллионов рублей. И вот на что их собрались потратить. Общая сумма перераспределения у нас составляет 5 миллионов 797 тысяч 700 рублей. Из них эту сумму мы направляем на обеспечение лимитами начислений на зарплату, чтобы у нас не было нарушений бюджетного процесса. Направляем на погашение кредиторской задолженности малыш. Это чтобы наши учреждения дошкольного образования были не заблокированы. В итоге депутаты приняли последнюю корректировку бюджета 2019 единогласно. Еще одним интересным, на наш взгляд, вопросом стало еще одно денежное решение. Правда, касалось оно одного единственного человека, главы города. Богдану Павленко решили проиндексировать оклад за густайну на 50%. Данное решение также поддержало большинство депутатов. Что касается вопросов по питанию многодетных и учеников с ОВЗ, тут менее разделились. Если детям с ОВЗ депутата пообещали найти деньги, то многодетным денег не нашлось. Депутаты и вовсе решили снова написать письмо губернатору области Сергею Морозову с помощью в этом вопросе. Прокуратура города настояла, что так дела не делаются, и депутаты избраны не письма писать. Такое ощущение, что вы вскрываете определенную проблему, что, наверное, делаете правильно, и просто отбояриваетесь. Что вы от нас хотите? Мы письма везде направили, что вы от нас еще ждете? Но вы подготовьте нормально, сформулированное предложение в закон области. Это будет дело. Документ должен быть четкий, проработанный, отшлифованный со всех сторон, выверенный. В идеале проект документа. А вот эта лирика, которую вы направляете высшим должностным лицам субъекта, я вообще не понимаю. После довольно эмоционального комментария представители прокуратуры, депутаты согласились с доводами и решили более детально проработать вопрос о льготном питании многодетных и сняли вопрос с повестки дня. Последним пунктом заседания Думы стал план работы на 2020 год, принятый единогласно. Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Тимград-24. Специально для Управ ДТВ. Сказочные дедушки нагрянули с подарками в областную детскую клиническую больницу. Праздничное мероприятие для маленьких пациентов организовал Центр по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион». Необычное представление благотворители устроили вместе с промышленными альпинистами, которые, переодевшись в новогодние костюмы, спустились с крыши областного детского учреждения. Посетив ребят в палатах, дедушки Морозы поздравили их с Новым годом и подарили каждому ребенку вкусный подарок. Новый год – праздник для всех. Взрослые надеются на чудо не меньше, чем дети. Однако для ребятни устроить праздник и подарить положительные эмоции чуточку легче. Ведь многие из них верят сказочных героев, с восторгом заглядывают под елку. Яркое новогоднее шоу для детей из реабилитационного центра в Ульяновске устроили женщины. На концерте побывала Рината Алиулова. Чудесный и красивый праздник дети встречают под современные молодежные хиты вместе с клоунами, читающими рэп. В канун Нового года в социально-реабилитационном центре «Причал надежды» устроили шоу. Среди гостей – ребята, проживающие в центре, и семьи, находящиеся под присмотром сотрудников. Организаторы представления – региональная ячейка Союза женщин России. В этом году Союз женщин России получил новый статус. Если раньше это была просто общественная организация, то в настоящее время это общественно-государственная организация. Правовой статус изменился. Поэтому в настоящий момент мы проводим очень серьезную работу по реорганизации. В региональном Союзе состоит почти 2,5 тысячи женщин с активной жизненной позицией. Череда новогодних шоу для детей – первый опыт организации и кажется успешной. Представительницы прекрасного пола уже успели обрадовать детишек из Новоспасского района и Новоульяновска. Для них они привезли спектакль «Морозка» в постановке Ульяновского кукольного театра. Для «Причала надежды», куда также приехали дети из Барышского социально-реабилитационного центра «Планета детства», подготовили праздничное представление под названием «Новогодний рататуй». Твоё желание на Новый год сбывалось? Да. А что ты больше всего желала и что у тебя сбылось? Чтобы я была счастлива. Считаешь себя счастливым? Да. А как тебе представление сегодняшнее? Всё нравится? Что больше всего понравилось? Мне понравилось танцевать. Дети повторяли движения за пользователями популярного приложения «ТикТок», пели песни, отгадывали загадки, развелись с аниматорами и даже успели выучить несколько итальянских слов. Новый год – это для меня, значит, всё. И что конкретно? Как ты его обычно встречаешь? Я встречаю его обычно. Мы там садимся с родными за столом, празднуем. А какое твое самое любимое новогоднее блюдо? Это, в принципе, всё. Ну, Новый год – это когда обиды там все старые остаются старым, а Новый встречаешь. А как ты обычно встречаешь Новый год? Дома с родителями. Новый год – это для меня праздник, счастье для родителей и новые подарки. А что бы ты хотел получить на Новый год? Колонку, микрофон. А что бы ты мог пожелать всем людям на планете в Новый год? Здоровья, мир в мире, здоровья, счастья и любви. Для ребят также подготовили мастер-класс по аквагриму. Ну и, конечно, не обошлось без сладких подарков и главных сказочных героев. Ребята, а вы не кажете, что похода не хватает? Дед Мороз! Что, что, что? Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Вы думаете, он должен перебиться уже? Да! Так давайте же его посадим. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Во Дворце творчества детей и молодежи началась новогодняя шоу-программа «Кибер-елка-2020», которая продлится до 3 января включительно. Подробности в сюжете. Во Дворце творчества детей и молодежи проходит новогодняя шоу-программа «Кибер-елка-2020». Здесь участники могут погрузиться в киберпространство, познакомиться с новыми персонажами, а самое главное – ощутить магию новогоднего чуда. Праздник встречал гостей с порога. В фойе работали сразу несколько интерактивных площадок. Зайчики и кролики могли дополнить свой образ с помощью аквагрима. Снежинки с принцессами станцевать кибертанцы. Родители могли сделать подарки с помощью 3D-ручки и все вместе поучаствовать в кибер-робо-турнире. Здесь у нас представлены обычные радиоуправляемые роботы. Здесь дети могут попробовать себя проявить в такой игре, как робофутбол. Они, управляя роботами, при помощи пультов должны загнать шар в воротах. На втором этаже гости приняли участие в игровой театрализованной программе «Как электроник Новый год искал». Главный герой в поисках Нового года познакомился со снежком и снежинкой. Все вместе персонажи освободили снежное облако от чар коварной кикиморы и спасли зиму. Замечательное мероприятие, поднимает настроение новогоднее для детей. Супер-шоу и программы, и концерты нам очень нравятся. В день открытия елку посетили более 300 человек. Счастливыми обладателями пригласительных билетов стали победители и призеры региональных конкурсов детского рисунка, охрана труда глазами детей, мама – это значит нежность, проектных и исследовательских работ вместе ярче. У нас планируется около 10 елок, и это будут совершенно разные дети. Это будут и призеры, и победители различных конкурсов. Это будут жители нашего города Ульяновск. Это будут обучающиеся образовательных организаций и муниципальных образований. Новогоднее шоу-программа ориентирована для младшей и средней возрастной категории детей. Однако, как отметили организаторы, не скучно на мероприятии будет и родителям. Кибер-елка 2020 продлится до 3 января включительно. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Ол Правда ТВ. Череда новогодних представлений стартовали и в Ленинском мемориале. Главные герои – Дед Мороз, Снегурочка и самый большой щелкунчик. В представлении задействованы симфонический оркестр, танцевальный ансамбль и актеры театра. Какое новогоднее представление без главных ее героев? Дед Мороз и Снегурочка встретят ребят и их родители в фойе Ленинского мемориала. Они закружат гостей в веселом хороводе с песнями и зимними забавами. А в большом зале всех ждет волшебный музыкально-хореографический спектакль «Просто щелкунчик». Мы целый год, каждый по себе, работаем в своем направлении. Мы, естественно, делаем музыкальные программы. Артисты театров выпускают свои спектакли, так же, как и танцевальные программы. А сегодня мы не показываем только музыку, мы сегодня не показываем только танец. Мы сегодня говорим о том, что это действительно представление. Оно может быть и модное название шоу, но это действительно событие, когда собираются несколько жанров. И сегодня мы приглашаем и дарим это для наших гостей. Сказку увлечет зрителей в мир удивительной музыки Петра Ильича Чайковского. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений композитора. Эта знаменитая мелодия прозвучит во время спектакля в живом исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». У Чайковского вообще существует две его вершины – это балет «Щелкунчик» и шестая симфония. И вот нам удалось сделать так, что яма, которая вмещает не более 28 человек, а все-таки для исполнения «Щелкунчика» там предполагается оркестр, ну минимум, человек 60, а то и 70, а пределов верхних их не существует. Это может быть и 100 человек, оркестр большой симфонический. Нам удалось адаптировать эту партитуру таким образом, что она звучит фактически без потерь. В новогоднем представлении также принимают участие многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов, эстрадный балет «Экситон». Современная хореография и яркие костюмы превращают спектакль в незабываемое красочное шоу. А роли в спектакле исполняют актеры молодежного театра. «Сценарий написала Песчаная Ольга, она тоже работает в Ленинском мемориале. Она сохранила канву произведения Гоффмана «Щелкунчик». И, ну, что я могу сказать? Основной принцип, я еще раз говорю, что нужно было сохранить сюжетную линию для детей, потому что сама по себе сказка такая немножко мрачноватая, но мы сделали просто ее как сказка для детей». История «Щелкунчика» знакома каждому. Это волшебная феерия о мечтательной девочке Марии и ее любимой кукле-щелкунчике, которая оживает в канун новогодней ночи и в героическом сражении побеждает мышиного короля. Во время представления зрители будут путешествовать по сказочной стране и помогут главным героям победить мышиного короля. Кроме спектакля, юные зрители также смогут посетить игровой парк «Страна новогодних игрушек». Он включает познавательную выставку старинных елочных игрушек, некоторым из которых более ста лет, и компьютерную площадку, где можно найти ответы на необычные вопросы о новогодних героях и атрибутах. Все гости смогут ознакомиться с традициями украшения деревьев, в том числе с историей появления елочных игрушек, и узнать о том, когда традиция украшать елки все-таки появилась у нас, в нашей стране, в России. И вторая часть нашей игровой зоны – это, собственно, сам игровой парк, где представлены сенсорные киоски, сенсорные панели, компьютеры. Дети могут пройти испытания и в конце получить очень интересный подарок от Деда Мороза. Ленинский мемориал ждет на праздничное представление до 7 января. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. 27 декабря в Ульяновской области ожидается морозная погода, возможен снег. Температура воздуха днем составит 8 градусов со знаком минус. Ветер северный – 3-6 метров в секунду. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok